Всем привет, друзья! Сейчас у меня на обзоре квадрокоптер GoalRC G90 Pro с магазина RC Moment. Комплектация у него довольно-таки небольшая, это сам квадрик с защитой пропеллеров, двухбаночный литий-полимерный аккумулятор 450 мАч, разъем XT30. Комплект запасных пропеллеров, они имеют пять лопастей. Вот такая вот USB-зарядочка, которая выдает ток в полампера, по идее за один час она должна зарядить нашу батарейку. И также есть запасные болтики, с помощью которых крепятся пропеллеры, по идее, хотя внешний вид этих болтиков немножко все-таки отличается. Я считаю, что, посмотрите на этот элемент, скорее всего именно он и будет крепиться с помощью тех болтиков. Итак, давайте внимательно посмотрим на данный квадрокоптер. Он имеет FPV-камеру на пластиковой вот такой вот подставочке. Линза у данной камеры самая обычная и если присмотреться, то там указана модель это VM2751, то есть это самая обычная 20 баксовая камера с 25 милливаттным передатчиком. Приемничек у меня здесь под таранис, антенка выведена вверх и антенка видеосистемы тоже выведена вверх. По силовой установочке, друзья, моторчики 1104 на 8000 киви. Должен квад неплохо летать зима банками, но также поддержка трех банок однозначно здесь есть. Сзади у нас пищалочка и светодиодные элементы. Рама, как обычно, карбоновая и каких-то таких вот важных нюансов, кроме регуляторов на 12 ампер 4 в 1 и контроллера, наверное, с OSD я здесь не вижу. Давайте попробуем его включить, посмотрим, как он выглядит. Вот такая вот яркая зеленая подсветка, но цвет вы можете, конечно же, задать самостоятельно. Пищалка громкая и это меня очень радует. В основном на всех современных микрокладах пищалочки идут уже в комплекте, но, по-моему, у F100 ее все-таки нет. Давайте посмотрим на качество изображения. Обычная абсолютно камера без VDR. Она очень сильно темнеет, если направить камеру на источник яркого света и каких-то намеков на хоть какой-нибудь алгоритм проработки изображения при солнце в кадре здесь однозначно нет. И что еще скажу важное, друзья, я подключил уже этот квадрик к компьютеру. Как видите, здесь у нас есть OSD. Это меня очень радует. Напряжение. Disarmed написано. Соответственно, если запустите, будет там Armed написано. Но слово Armed пропадет и появится, скорее всего, полетный режим. И время с момента включения минут 15. А вверху написано FlyColor. Как бы классно, что есть OSD, но это OSD никак в данном квадрокоптере не настраиваться, потому что это не Betaflight OSD, друзья. Я подключился к Betaflight, конечно же, к компьютеру. И там в разделе OSD стоит такая информация, что OSD модуль не отвечает. То есть здесь какой-то аналог минимум OSD используется. Или, может быть, стоит просто перепрошить данный полетный контроллер на Betaflight версии по новее. Здесь у нас 3.16. Но, насколько я помню, в Betaflight 3.16 уже поддержка OSD управление через полетный контроллер была полностью интегрирована. Так, осталась нам здесь сама мелочь. Смотрите, по защите пропеллеров, конечно, классно, что она в комплекте, но, наверное, не стоило ее устанавливать сразу. Потому что я теперь вот думаю, летать защитой или снять ее перед полетами. Если защиту снимать, мне почему-то так кажется, что нужно вытаскать какие-то более короткие болтики. Потому что эти будут вкручиваться заметно длиннее и глубже в сам мотор, что, собственно, нам абсолютно не нужно. Думаю, что полетаем все-таки с защиткой. И вот эти вот соединения обязательно зафиксируем с помощью крепежных элементов, которые идут в комплекте. По пропеллерам пятерные пропы, конечно, выглядят прикольно, но как же тяжело их балансировать. Но с другой стороны, если вы не будете снимать эту защиту, то, возможно, вам не придется их балансировать и выпрямлять после краши об что-либо. Потому что защита здесь действительно неплохо работает. И, в общем-то, погнуть пропеллера будет проблематично. Из таких вот нюансов, друзья, скажу, что камера стоит без какого-либо наклона вверх. И мне это, конечно же, не нравится. Хотелось бы наклонить камеру вверх, но для этого нужно будет что-то придумать. Пластиковое крепление у нас установлено с помощью саморезов и нет возможности камеру наклонить вообще. Можно как-то попытаться камеру достать из крепления, что-нибудь туда подложить. Потому что с таким маленьким углом наклона летать на данном квадрике нереально. Когда вы хоть немножечко дадите газу, квад наклонится вниз, и вы будете видеть одну землю. Поэтому у нормального квада гоночного камера должна иметь хотя бы вот такой вот угол. Но в King Kong 130 нужно будет поработать. Кстати, смотрите, я проблему нашел. Поработать с креплением камера болтается. А вот у нас F100. И здесь я уже поднял немножко камеру. И думаю, что с таким углом уже будет летаться комфортнее. Не будем забывать, что во всех этих микрокамерах угол обзора очень и очень широкий. Соответственно, так сильно высоко поднимать камеру, как на полноценном 200 квадрокоптере, здесь не нужно. Давайте посмотрим на вес наших трех квадрокоптеров. Гул RC без аккумулятора весит 71 грамм и имеет он 90 диагональ. King Kong Flare 130, 80 грамм. И здесь у нас 130 диагональ и довольно-таки немаленькие пропеллеры. И последний игрок это F100, 53 грамма. Это самый легкий квадрик сегодня у меня на столе. И, конечно, разница довольно-таки ощутимая. Стоковый аккумулятор имеет вес в 27 грамм. То есть полный полетный вес этого квадрокоптера выйдет нам в 97 грамм. Ну, не мало, конечно, но я думаю, что если снять защиту пропеллеров, то можно будет скинуть не много не мало, а грамм, наверное, 10 точно. По распаковочке это все. Сейчас подключу сюда свою аппаратуру Taranis и погнали летать. Итак, друзья, я на позиции. Сейчас проверим, как летает G90. По настройке никаких проблем не было. Единственное, что я скажу, это то, что здесь у нас не butterfly OSD, то есть никакие параметры вы поменять там сами не сможете. Небольшой нюанс с антенной. Она как-то сильно хлюпенько тут у меня держится. Думаю, что если сейчас какие-то будут помехи на видеоизображении, то можно будет списать на антенну. И антенка приемника сигнала тоже выведена здесь рядом. Все, подключаю питание. Сразу одеваю очки для STV полета. Погнали! Да, есть помехи, конечно. И я еще скажу, что стоковый аккумулятор у Quad, честно говоря, не очень. Я до этого на Nanotech летал. Nanotech это 65-130 аккумулятор у меня. И там было как-то получше с просадочками. А тут уже после взлета буквально 6,9 вольт особо-то и не навалишь. Плюс Quad он потяжелее, чем другие. Защитка у него стоит. И поэтому требуется больше энергии, чтобы поддерживать его в воздухе. Летает он четко. Флипы, роллы делает тоже неплохо. И свои пиды я вам, конечно же, продемонстрирую в обзоре. Особо сильно наваливать не буду, потому что батарейка пищит. Ну, какая-то она не сильно качественная. Но вообще, с батарейками на маленькие Quad всегда проблема. Они работают очень и очень плохо. И там нет даже 50C. То, что у меня 65-130 это скорее исключение. Только у Nanotech батарей бывают такие высокие показатели рейтинга тока. Столько отдачи. Но я не верю, что там 65-130C есть. Но то, что она лучше держится, это однозначно факт. По камере клада. Ну, видером, конечно, тут не пахнет. Но против яркого источника света. Ну, что-то, в принципе, видно, друзья. Вот по верхушке деревьев, по-моему, немножко лучше, чем на других моделях. Земля нормальная, прорисованная, проработанная. Вот какие-то у меня уже, конечно, помехи появляются из-за просадки аккумулятора. Я только что летал на Nanotech на этом кладе для теста, и там никаких просадок не было. И не было, не было этих полосочек тоже, пока аккумулятор не просел. Что еще интересно, это фалсайм уже произошел. Скорее всего, просто просел аккумулятор совсем. Может, он у меня бракованный. Пошли с закладом, сходим. Вот он клад. Радует то, что, по крайней мере, при крашах даже пропеллеры не должны будут у нас повреждаться. Сейчас поменяю аккумулятор на трюк-баночный и продолжим наше видео. Итак, трюк-баночный комбо. У меня других нет. 460-35C установлен. И сейчас проверим, как он будет летать уже в таком вот виде. А стоковый аккумулятор, конечно, меня разочаровал. Нужно однозначно аккумуляторы использовать другие. Так, погнали на трюк-банках. Больше вибраций, но нет помех. Стал квад однозначно быстрее. Вовсю пищит почему-то. Он там уже 9 вольт. Но быстро он, конечно, потребляет аккумулятор. Даже, я бы сказал, он его просаживает, а не потребляет. Такого, честно говоря, не должно быть. Может быть, какой-нибудь проб погнулся все-таки. Потому что именно так себя ведут маленькие клады, которые начинают ни с того ни с сего жрать большие токи. Ну, вообще, на таких вот малышах у них всегда просадки аккумулятора. Это абсолютно нормально. Ну, по крайней мере, на трех банках, как видите, нет никаких полосочек вообще. Картинка четкая, чистая. И можно полетать в свое удовольствие. Ну, как только я начинаю хотя бы больше половины газа давать. Вот там уже до 9,3 вольт просадки. Странно. Аккумулятор у меня вроде как был еще не убитый. Может быть, немножко высоковатые значения Пи. Можно будет их снизить на несколько единиц. Думаю, где-то на 5-6 единиц точно можно будет снизить значения Пи. Потому что очень высокие значения Пи тоже приводят к нагреву моторов и, соответственно, к большому разряду аккумулятора. Классно летает Quad. Никаких претензий к нему у меня по управлению нет. И на трех банках реально картинка стала чистая без каких-либо помех. Осталось только обзавестись где-нибудь нормальными аккумуляторами, которые будут выдерживать эти нагрузки. Или поставить, может быть, другие пропеллеры. Не по 5 лопастей, как здесь, а по 3, например, или по 4. Пищалку вообще можно не то чтобы отключить, а принести ее на значение 3,2 вольта, чтобы она нас не доставала этими лишними звуками. Нет, классно летает Quad. И что еще рада, тут я недорассказал. В правом нижнем углу над полетным временем указано качество связи с Таранисом на 30% стоит. Ну, я так надеюсь, что это, по крайней мере, RSI. И если ближе подлетим, наверное, сейчас должно все-таки оно будет подрасти. Это ведь RSI, действительно. Ну, немножко лучше стало. Ну, странно, на самом деле, что это за показатель. Вроде как RSI, но достаточно низкий процент, даже если подлететь поближе. Классно летает Quad, но думаю, что пора уже на посадочку. И думаю, что Quad начал пищать постоянно. Так, к выводу переходим, друзья. На трех банках ему живется однозначно лучше. Моторчики... Да, моторчики как бы не горячие. Не знаю, почему он так сильно просаживает аккумулятор. Может быть, у меня и он бы уже подустал. Все-таки аккумы, они вечные. И раз в полгода их желательно обновлять. А эти аккумы у меня точно уже годик лежат. Я на них очень редко летаю. И, возможно, они просто выдохлись. Полетные характеристики у него действительно приятные. Попробовал я вкрутить, как я говорил, болты вот сюда, которые были в стоке. Но что-то у меня это не совсем получилось, поэтому я оставил эту затею. Они выглядят не так, как те, которые у нас используются на пропеллерах. А скорее они выглядят так, как те, которые используются на раме. Но туда они не захотели вкручиваться. В общем, летусятся неплохо и так. Мне нравится этот Quad. Я смело советую его к покупке. И осталось вам только обзавестись хорошими аккумуляторами. И нужно будет залить антенку конкретно на то место, где она припаяна к видеопередатчику. Залить пистолетным клеем и забыть об этой проблеме. Ссылка на покупку данного квадрокоптера будет указана в описании под видео. Это RC Moment. Стоимость примерно 100$. Купончик обязательно тоже я добавлю. Советуйте какие-то новинки для следующих обзоров. С вами был Евгений. Канал The Best Review. И увидимся в новых полетных тестах, друзья. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok